Поехал искать шиномонтажку Там не надо, за 25 рублей что-то Будут разводить на лишение 100% За вот эту движуху Да ё-моё, морозец оказывается В машинке это тепло Всё-таки высокая крыша вот эта нарешает Всё, готово Я в законе теперь Видимость практически нулевая Ё-моё Чё, нас пустят здесь? Чё, тут всё на месте? Вот эта турбовая штука Вот он, радиатор У неё сколько объём? Лицей Короче, время от времени Вот такие всякие движухи бывают Трасса зимняя А, я думал это перегоны Перегоны вот так бывают На жёсткой сцепке Инспектора на крауне стоят Уже вторая засада у нас 142 Заказ на 34 А он 109 стоит 25 сметаны Уже сметаны не надо, за 25 рублей что-то Коробку что-то Остановились Вот в этом, в кафешке Транзит Вот такая здесь Ни одного дальнобойщика Никого здесь нет Ни одного перегонщика Ценники Космос Космос Ну как космос Со мной ребята вдвоём заказали Едут На 900 рублей Офигеть Вот так, кстати, выглядит сейчас Энбокс Наш Наш герой Вот это диск, который отличается Штампованный Ну, вроде как на скорость не влияет Это отличие Так что нормально живём Тут, кстати, смотрите Сколько места оказывается в Энбоксе Просто два сабвуфера Чемодан Всё помещается Дорога сухая Машина пока что чистенькая Как новенькая Вот, ребят, я и приехал в город Хабаровск Очень был удивлён количеством инспекторов на дороге Это просто жесть До Сибирцева Три экипажа Потом ещё Ну, в общей сложности До Хабаровска Ещё, наверное, 3-4 экипажа Блин Я столько Ну, как Я всего два раза ездил Никогда столько не видел Ещё я узнал один очень неприятный факт Оказывается, я еду вот с таким палевом С синими С синими, значит, этими полосками Это просто до первого вникающего гаишника Я не знаю, что делать Завтра днём буду пытаться отключить это всё На крайняк с чем-то залеплять скотчем сверху Потому что, ну блин, будут разводить на лишение 100% За вот эту движуху То есть, с передней части автомобиля у нас белые и жёлтые разрешены Лампочки Всё, остальные не разрешены Поэтому будут по-любому крутить меня Нифига тут кровь уколы Текла что-то Ну, а сейчас что? Буду как-то надувать матрас, расстелаться, пробовать Встал здесь возле KFC в Хабаровске Завтра с утра, чтобы взять там яблочек себе там в магазине В торговом центре Может кофейку попить, посидеть Умыться нормально, да, двинуть в путь Дальше будет мороз Да, кстати, по погоде было от минус 23 до минус 33 Как-то вот так гуляла погода Сейчас вот минус 26 Расход средний 14 км на литре Но это много Это до хера вообще Это 8 литров почти Это вообще просто, это нереально 8 литров на сотку Но при том, что я ехал 90 км в час Даже иногда 80 Не знаю Я думал, конечно, будет это Что здесь помощнее мотор, чем на Ниссане И она будет, блин, пхавать меньше Но нет Все-таки высокая крыша вот эта она решает Даже Ниссан Куб 1.3, который объем Он по городу меньше ест, чем по трассе Так что, ребята, ладно Ссоваться на этих машинах с высокой крыши на трассу не советую Вот такая примерно у меня постелька На улице минус 26 Сейчас будем тестировать Первая ночевка Минус 26 Вроде как завтра будет уже минус 40 у меня А это Хабаровск Когда я примерно 6,5 часов назад ложился спать О, кстати, тоже минус 26 было И бензина хватало на 303 км Сейчас на 263, то есть немного, если верить этим цифрам Ну, надеюсь, они потом подтвердятся Немного бензина истратилось Всего на 40 км То есть где-то не больше 4 литров, если вот так брать В Хабаровске у нас введены QR-коды Поэтому в магазин-то еле как пустили вообще-то Так что завтрак у нас такой полевой Кашка И булочка А так в целом Спальное место Мне понравилось Не холодно, не жарко было Вот такой вот пуховой спальничек у меня прикольный Он рассчитан, кажется, экстремально там на минус 7 Ого, там тает что ли все Минус 10, офигеть Минус 26 было ночью Утром минус 26 было Сейчас минус 10 Надо валить, а то сейчас машина замарается Короче, хорошо поспал Хорошо и поехали Вот на этом самом месте, где вот куча гнезд Там на деревьях Находится нулевой километр в Хабаровске Вот только что нулевую отметку проехали Вон там тоже куча гнезд Это вот тут какой-то флешмоб вообще по гнездам Погода хорошая, минус 16 Расход вообще 26 километров Два раза почти меньше, чем вчера почему-то Ну, видимо, пока медленно по городу едем 60-70 километров в час Расход, соответственно, меньше Возможно, сегодня попробую поехать помедленнее Потому что куда мне спешить? Расход в два раза меньше Меня очень устраивает ДПС пока ни разу не останавливали Но Очень много гаишников Очень много Вот, допустим, смотрите, пост в Хабаровске Давайте Ну, на нашей стороне вроде как не стоит Солдат Вот на той стоит Какой-то раздолбаный Несантин остановит А меня что остановило? У меня все хорошо Только, правда, блин, синие лампочки эти Надо их будет Буду останавливаться где-то Надо будет подлезть Забыл я про них, если честно Да и так долго стоял Очень долго там возле магазина стоял В Хабаровске Потому что там Пока в туалет Пока там зубки почистил Все дела сделал свои И пока покушал Время идет Вот, сяди, смотрите Мост в Хабаровске Амур, великий Амур замерз уже Ехал на поезде, значит, Байкал Еще не замерз Амур уже замерз Ну и так вот Как ты смотришь, реки Какие-то замерзают Какие-то не замерзают Но тут уже все колон Тут такое ощущение, что прям сугробы уже На этой реке Вон там сзади где-то дома На которых мы фотались тогда Всем местным с Хабаровска Привет, Макс, тебе тоже привет Друзей, а что по этим По попутчикам Ехал, значит, с ребятами из Хабаровска С музыкантами В общем, они Какими-то путями через Турцию Там сейчас в Украину хотят добраться Вот, из аэропорта Хабаровска В Хабаровском крае QR-коды жесткие введены В аэропорту Короче, оказалось так QR-коды введены По перелету Внутри Хабаровского края Но я, правда, не знаю Там много таких рейсов Много таких же направлений внутри А из Хабаровска Куда в Хабаровский край? Я даже не могу представить И сейчас в какой город И даже второй город Хабаровского края Крупный населенный пункт Я не могу вспомнить Как, допустим, в Хемеровской области Там Новокузнец Кемерово Короче, пускают без кувер-кодов В магазин В магазин, значит, в KFC не пускают А так в магазин, если скажут Что в продуктовые, пускают Короче, так Свои хитрости Как-то подстраиваются Под эти все ограничения Ну, в отель суваться не стал И, к тому же, очень устал Доехал до Хабаровска В 4 часа дня Выехал из Владика И по теме, получается Где-то полчетвертого Был в Хабаровске 12 часов почти ехать Ё-моё Один с половиной Блин, это был километраж, короче Это был не расход Расход 17,6 Зимой фуру Интересно, с какой скорости едут По-любому, не так, как летом поливают Эх, надписи у меня в этот раз Только на водительском стекле Надо было попросить Его меняли лобовик, что ли? Или что с ним? Почему? Или его помыли? Странно Мне нравится, когда лобовик весь исписанный Это намного круче Это добавляет беспробеговости машине Биробиджан, 163 Скоро будет у нас еврейская автономная область А, уже вот она, еврейка Вот она, еврейка Еврейская область, всё Ребята, посмотрим, сколько в еврейской области бензин стоит Второй, 48,95 Пятый, 50 рублей, 50 копеек На Роснефти Напомню, что Вот сейчас еврейскую область Быстро проскочим Потом в Забайкальском крае Бензин самый дешёвый на Роснефти Это непривычно, как бы, слышать Обычно по России Ну, редко, где я видел, что дешевле Там, чем на других крупных сетевых заправках Но вот в этих краях будет так То есть будем ориентироваться на Роснефть Как минимум до 4 А может и дальше Не помню По-моему, даже чуть дальше Даже Гурятия тоже В Гурятии красивые виды будут Ё-моё На поезде ехали Там, знаете, как на Диком Западе На каком-то такие закаты красные И такие тени от деревьев От всех Ну, такая растительность Небольшие сопки Деревья Ну, в общем, это всё очень круто смотрится Красный закат И всё вот это Как реально на каком-то Диком Западе Так, ну, сзади фура едет Сейчас посмотрим Какой темп его устроит Чтобы он меня не обгонял Вот заметил Когда снимаешь с круиза Вот смотрите, допустим, населённый пункт Скидываю с круиза И бывает машина прям катится и катится Знаете, и приходится оттормаживаться Перед населённым пунктом Вот видите, камера, допустим, да, здесь стоит А вот эту машину Её как будто за жопу сдержат То ли сопротивление ветра Воздуха такое большое Но, не знаю Может и заклинившие какие-нибудь тормоза Ну, я на тормозах, может, еду Вот такие деревья интересные растут Вот, сзади едет спецсвязь Новосибирск Земляки встретились на Дальнем Востоке Это офигеть вообще Тачка И будьте внимательны Рядом школа Хорошо будем На Дальнем Востоке Тибиряки встретились Вот они, перегончики-гончики Решей много едет Ну, как много Из общего количества Процент решей высок достаточно Так, что-то какая-то непонятка У нас на трассе Ребята что-то встали Смотрят, не знаю Что-то Сейчас посмотрим, что случилось Я вижу, стоит Урал На аварийке Потом ещё грузовичок На аварийке Ааа, ё-моё Будут вытаскивать сейчас Стянуло Офигеть, стянуло Субаря О, а вон чёрный бриллиант едет Вот, пожалуй Это лучший кейкар Из тех, который у меня был Вайн-вагон, кастом Всё-таки вот эти слайдеры, двери Это, конечно, ну не знаю Как бы мне поиграться Я поигрался Я хотел Это было очень необычно Но массово, значит, появился Сейчас в очередной раз заправился В очередной раз там тысячу с лишним ушло Массово появился Восьмидесятый бензин И я не знаю Я знаю, что там перекупщики некоторые гоняют Гоняли там короллы на восьмидесятый Ну, сто двадцатый, да На восьмидесятом без проблем Но турбовый мотор Не буду Не буду как бы рисковать А так хочется по сорок один заправиться А не по сорок девять Поворотик у нас на Биробиджан И на Кукан Дорожка снежная на Биробиджан Но это второй уже поворот Первый такой асфальтированный, нормальный На который я на Бриллианте ездил Там, где на озере останавливался Что хочу сказать Еду в Тапка И вчера минус 33 было И сейчас вот минус 24 В принципе Посмотрел вот так вот рукой Стоит сейчас на максимум Вдует Но руке, ну не то что не терпит Но жарко прям Очень жаркий воздух Так что мне кажется Что ну вряд ли мы замерзнем Конечно в минус 40 мы посмотрим На практике Но почему-то кажется Что нормально все будет Если в минус 33 я в тапочках еду Вот взял себе камеру GoPro 7 Black Попробовать Какие плюсы, минусы Снимаю сейчас на Sony AS300 Самая крутая, самая универсальная камера Супер стабилизатор Супер звук Но ловит ветер Довольно таки хорошо Хоть у меня и стоит пушок А в GoPro Там три микрофона И в те которые ветер дует Он на них не записывает Вроде как я смотрел Даже вот на поезде Чувак едет на товарняке Снимает И он говорит Его слышно Так что я думаю На авторынке Будет меня слышно отлично И второе преимущество На Sony Стоит оптическая стабилизация Поэтому если вы ее куда-то встряхнули Где-то она в гараже упала То все Кирдык Фокусировка теряется Матрица там отслаивается Короче вот это Неприятно У меня уже так было С одной камерой Сделали по гарантии Потом когда гарантия кончилась Опять повторилась ситуация Она обрякнулась Короче и все Фокусировка пропала Это напрягает Купроху я взял за 14 тысяч В принципе Думаю нормальная цена На то чтобы попробовать Если что Можно потом за 16 Продать без проблем Без каких-то Еду значит попиваю Здесь накупил Там молочные продукции Снежок купил Там в багажнике лежит Багажник как холодильник у меня Вот это на Рене Тоже малышный продукт Прикольный такой Думал будет не вкусно Ну такой как бы не очень Типа кефира Но какой-то изюмин какая-то есть у него То есть Не то что он сладкий Но пьется как-то интереснее чем кефир А еще Одной рукой Вот я рулю да А другой сейчас слезы вытираю Просто вспоминая расходы Энвагона Черного бриллианта И вот не знаю Такие коробчонки Я больше даже не хочу гонять Вроде небольшая Но как небольшая разница Тоже тысяч пять минимум будет разница На выходе Да А то и больше Да Поэтому что-то шесть Или сколько Поэтому пять с половиной тысяч километров На коробчонке Наверное я Не поеду Но если прям не какое-то Супер интересное предложение будет Вот А так даже само приятнее на душе Когда у тебя просто нюхает бензин Когда ты заправляешь Раз в семьсот километров Когда ты заправляешь полный бак У тебя десять делений И ты проезжаешь больше ста километров А у тебя все еще ни одно деление не ушло Это просто приятно На душе Вот лично мне А не каждые там 300-400 километров На заправку выезжать По рублю с лишним отлистывать Такие в общем впечатления Говорю как есть ребят Впечатления свои Потому что вот Погода хорошая Пока погода хорошая Я думаю о этих вещах Как будет Говалет Снегопад Еще что-то жесть какая-то Будем говорить о других вещах А сейчас пока на Чили На расслабоне Вон сопочки Река Кирга Вот отражение Энбокса Значит Проекция его Вашему вниманию Вот так зимняя трасса Ребята Каждый своим занимаются Кто-то грузовики возит Кто-то в фуре сидит Что-то там посматривает Кто-то В кафешечку пошел Перекусить Вот еще один поворот На Биробиджан Сейчас мы Повороты все проедем И уже к Забайкальскому краю Дунем просто Дунем Но не так быстро А то блин В горочку я круиз скидываю Обычно Нифига сколько Песка рассыпали Вообще Там Вся стоянка Сейчас была С Богом Вся в песке Вообще Что к чему Зачем Почему Вроде и так Сухо Шуршаленько Все Прям Мечта автолюбителя Ну что Почти тысячу проехали Посмотрим Машинка Вообще Как новенькая Вот мне такая Трасса нравится Вообще То есть Ни пылинки Ничего На ней нету Вообще Так Это Это не наша Посмотрим Значит Пока не совсем стемнело Все-таки Лампочки Лампочки Вот эти Надо как-то Мне отключить Или не знаю Или чем-то Залепить Ё-моё Тут еще Не подлезешь Нифига Так Где она Вот она Может вот этот Разъемчик Реально Оказался Этот проводок Блин Как же Мне повезло А вот Самый Ближний Сейчас Я его Отключу Где он Здесь А вон Самый Ближний Проводок Оказался Опа Все Готово Я в законе Теперь Габарит Блин Не работает Габарит Меняется Легко Но лампочка Не работает Фары Работают Обе Туманка Одна Не работает Свет В салоне Один Не работает Пассажирский Что-то С лампочками Тут реально Сзади Все четко Ах Нифига себе На морозе Морозец Оказывается В машинке Тепло Что тут Все на месте Вот эта Турбовая Штука Вот он Радиатор Колеса Может подкачать До 2,5 Думаю Может поменьше Расход будет Как и сильно Мягковато Пойду Прогуляюсь Что-то Вообще Блин Без движения Организм Погибнет По местным Дорожкам Блин Снежок Хрустит Вообще Офигенно Офигеть Тут птицы Поют Тут птицы Причем Не одна Разные Три Как минимум Здесь Поют Птицы Здесь Минус Двадцать Ночью Минус Тридцать Они Что Утепленные Что-ли Кто Тельца Греет Мое Тельце Мою Тушку Греет Кейкар Мой Любимый А кто Их Офига Видеокамеры Снимать Сейчас Насоветую Инспекторам Ладно Хорош ходить Наверное Это кстати Вот Двуречи В Новосибирске Тоже Двуречи Заходим В Амурскую Область Потихоньку Пошел Небольшой Снежок Надеюсь Не разойдется Надеюсь Гололеда Не будет Я даже Не знаю Что лучше Снегопад Гололед Вот это Все Либо Жесткие Морозы Мне кажется Мороз Сухой Нормально Едешь Здесь Машина Исправная Все Четко Кстати Обратите Внимание Что никаких Нано Картонок Там Никаких Прочих Устройств Я не Использовал То есть Все по-честному Машину Тестируем Я так понимаю С одной стороны Радиаторы Там и нельзя Закрывать Там Турбо Вот это Все От турбины Радиатора С другой Тороны Можно было бы И закрыть Бамперочек Там Где вот Это Отверстие Большое Но Все по-честному Тестируем Машинку Пока Все спокойно Фуры Фуры Заметно Спокойнее Едут Если я Вот таким Темпом Шел Даже В сентябре Тут Столько Шумахеров Было Ё-моё На фурах На автобусах Тут Такие вещи Исполняли Вообще Но Сейчас Все Прилично Никто Никто Никуда Не гонит Никто Никуда Не спешит И правильно Потому что Скоро Новый год Все Хотят Отметить Его Слушайте Ну так Уже Нормально Подметает Там Уже Это Фуру Обогнать Уже Так Плохо Видно Дорогу А Это У него Дальний Горит Я думал Это У него Вон Какие Горят Огромные Сверху Фонари По-моему В такую Погоду Наоборот На ближнем Как-то Комфортнее Идется Чем На дальнем Заходим На стояночку Значит Конечно Метель Она Это Не очень Не очень Она Способствует Перегону Честно Скажу Даже Не знаю Что за Кафешка Здесь Дом У дороги Наживается Теперь Можно Травас Передел Ну все Перекусили Можно И дальше В бой Конечно Метет Блин Вот Дворниками Первый раз Пришлось Воспользоваться Ну ничего Я думаю Погремся Посмотрю Видосик Пока Какой-нибудь Про церковь Что-то Рассказывают Посмотрим Прокурор Решил Сваливать Другой Блогер Решил Сваливать Сейчас Посмотрим Как Билай Крайне Случал Что-то Решение Короче Жесть Летет Вообще Видимость Практически Нулевая И самое Опасное Это Не встречная Машина А вот Попутная Встречная Это еще Более-менее Видно А попутная Вот одна Еще едет То ли фура То ли кто Передо мной И у нее Габариты Не горят Я только По переднему Свету Иногда Ее проглядывается Передний свет Я могу Различить Что там Машина И иногда Стоп-сигналы Загораются А когда Фура Идет Встречная Вы же знаете Там завихрение За ней идет Там просто Все Сразу Как будто Из глаза Закрылите На 2 секунды То есть Приходится Каждый раз Тормаживаться Короче Не знаю Короче придется Наверное Останавливаться Сейчас Не знаю Спать пока Не хочется Ё-моё Едем Едем До 70 км В час Крейсерская Скорость Иногда Редко До 80 Удается Разогнаться Походу Я сегодня Приехал Лучше Наверное Сейчас Тормознуться Где-то Найти Стояночку Потому что В таких Условиях Ну это Не ты Так тебя Могут Шлепнуть Короче Продолжаю Ехать Все-таки Решил Продолжать Ехать Там уже Вроде Как асфальт Пошел До этого Да я вообще Уже по снежному Покрытию Ехал Сейчас Там В Новобурейск Доехал Такая ситуация В принципе Немного Метет Главное За фурой Не ехать О А это Ж Это Стелла Стелла Москва Владивосток Давайте сюда Заедем Нормально Собаку Главное Не задавить Вон Дальнобойщики Все фоткаются А с какими Сном? Сперег Обычная Да Обычная Раскладывается Трансформер Да Да Я смотрю По дороге Мне ки Ваши Сколько Объем? 0,7 У Матиза Приступил Это Ветровая Он 0,7 Турбовая А Обычная Она электрическая А я же не говорю У него там Разве Короче Метет Метет Мужики Говорят 100 Километров Еще Минимум Будет Мести Сейчас Дальнобойщиков Спросил Даже Фотки Нормальные Не получаются Тут Кстати Хорошее место Можно и заночевать Правда Движуха Постоянно Идет А я Люблю Где потише Сами Знаете Ладно Едем Дальше Так Посмотрим На посту Как Здесь О Кажется Хотят Остановить Здравствуйте Я не останавливаю А Да А я Чуть Не понял Ага Ладно Блин Блин Замерзла На лобовике Ё-моё Замерзла На лобовике Плюс Заправку Уже Надо Искать Ну Техника Вот Работает Снег Убирают Это Радует Это Уже Четвертая Машина Снег Убирают Радует То Что Реагенты Не Сыпят Просто Счищают Снег Это Прям Очень Радует Что Все Чистенько Хорошо Ничего Не Скользит Сухо Так Сказать Сейчас Все Время Голубы Как Дела Дела Присажив Все Время Голубы Я Уждаю Пись Продолжаем Ехать Что-то Здесь Случилось Что-ли Почему Все Стоят А Что-то Кто-то Разворачивается А Это Очередь На Заправку Такая А Там Еще Кто-то Задом По-моему Сдает На Эту Заправку И Вот Человек Что-то Разруливает Здесь Бензин 48 95 Ё-моё Что Нас Пустят Здесь Короче Время От Времени Вот Такие Всякие Движухи Бывают Трасса Зимняя Здесь Всегда Надо Быть На Поворотик На Серышево Развязка Такая Большая Классно Вообще Вон Жигулятор Какой-то Сейчас Хочет Выскочить Передо Мной Тут Блин Король Перегона Едет Так что Посторонись Нифига себе В этих краях Жигулятор Встретить Это На Благовещенских Номерах Это Ой На Благовещенских На Амурских Мы же По Амурке Сейчас По Амурке Сейчас Шагаем Ох Тяжела Доля Наша Короче Тема Такая Сейчас Едем Что-то Засвистело Немного Такой Звук Я Вот так Вот Руку Ставлю А дверь Она Вот так Вот То есть Ветер Сейчас Таким Образом Дует И Сдувает Машину Что Двери Вот так Вот Ну Немного Конечно Это Не то Что Прямо Она Там Болтается Но Чувствуется Вот это Движение То есть С ветром Эта машина Она вообще Не дружит И Что вы Думаете Я сейчас Посчитал Просто 7 литров Сейчас Уже Выросло Уже Не 7 Уже 13,6 Километров На одном Литре Показывает Вот Когда Вот Этот Ветер Начался Хотя Еду Блин В 80 Километров В час Я Посчитал 7 литров На 100 Километров 5,5 тысяч Километров При средней При средней Цене Цене Бензина 50 Рублей Мне Придется Потратить Почти 20 Тысяч Это Жесть Н Ветер меня ел в районе четырех с половиной литров и даже опустился возле четыре там один раз что-то посмотрел вообще там 376 что ли рекорд был ехал я также медленно вот восьмидесятник days rooks 49 лошадей с его динамика отсутствие динамики но все равно он ехал он как-то это так рывками то ли там с катушкой проблема была доли такие порывы ветра были я не знаю короче был расход сначала 5 литров я думаю ну ладно побольше чуть-чуть ну ладно потом он начал гулять 5 до 6 ближе к 6 если на нем наваливать 110 вы видели да когда я вам сгнал а вот там расход уже более серьезный такой бог не хрена себе это чё такое это как она стоит я думал он обгоняет передо мной прям тут король едет какой и оборотов здесь больше смотрите 80 иду блин реально то ли ветер то ли с машины надеюсь все нормально реально жесть какая-то вот я ехал когда 90 было 3000 оборотов сейчас еду 80 3000 оборотов чуха за хрень такая на кейкаре на этом на черном бриллианте я ехал 90 у меня было две с половиной тысячи оборотов на сотки 3000 оборотов этот газ отпускаешь ваган если он катился и как катился как коробчонка такая то тут машина просто я ни разу не оттормаживался перед населенными пунктами просто газ отпускаешь но с круизер скидываешь а на пулу сразу блин ну это жесть я вот не знаю и вот даже может что-то сломано может что-то и чё сейчас поедешь тратить день на источник каких-то или чё а вдруг нормально все просто 200 километров проехал на энвагоне у меня бы две палочки ушло здесь он пол бака ушло но тут я не до полного заправлялся 25 литров заказал и такое ощущение что здесь стали больше 30 литров бак потому что заливаешь там 26 27 литров влазит но по сути почти почти лампочка должна гореть а тут не так тут лампочка не горит надо посмотреть в мануале сколько здесь такое ощущение что здесь там типа 35 что-то такое конечно я очень недоволен расходом у меня была мысля кейкар самый-самый дешевый взять который там якобы два с половиной литра есть на сотку mazda кэрол или suzuki альта вот этот белый самый простой но не но за 300 я не хочу его брать вот где-то за 250 я бы взял я смотрел просто по низу рынка 300 тысяч ну блин за 320 там можно взять уже такой какой-то вот я смотрел вот эти типа танта там дайхатсу тант ну короче вот типа коробочки такие уже ли тот же дайхатсу мув там или ну какое-то что-что-то уже посерьезно но машина совсем аскетичные там сидушки у того долгнуться насколько я помню тут-то кстати сидушка опять люфт появился что ли на инвагоне люфт появился надо у или будут просить что он что-то сделал с ним нет тут чуть-чуть меньше но чуть-чуть появился тоже я вроде не сильно то здоровяк такой но я еду вот так вот со спинкой что-то на разговор пробило вообще вот смотрите в отражении видно просто тип едет с камерой разговаривает сейчас кто-нибудь увидит санитаров вызовут кафешки к ближайшей и тебя так что же выходит у вас два мужа с турбины тоже как вот я еду ну то есть всю ночь она я познаю что турбину когда покатался сразу глушить нельзя я еду значит потом останавливаюсь и и всю ночь машина молотит для турбины это как нормально ненормально у меня ни разу турбовая не было машины просто я всех нюансов не знаю как ее проверять да и вообще так что проверять вы видели какие машины покупаю пришел в обошел вокруг машина есть есть поехали так поворотик на циолковский смотрите машинка стоит но непонятно что они работают не работают я говорю вот в приморском крае я вообще офигел вот реально 7 экипажей пока до хабаровска доехали и причем они стоят они прям смотрят на тебя прям вот они а блин какая-то мистика вообще только на заправке посмотрел на колеса думал подкачать поехал искать шиномонтажку ну посмотреть шиномонтажки нету сейчас трогаю смотри что-то не так колесо колесо ждут я жесть ехал на нем всю дорогу ладно хорошо запаска при мне да в минус 25 такое себе удовольствие а а а а а Нифига метель какая была, с обратной стороны Ображалась, ё-моё, так ни хрена себе тут налипло Это жесть, чем-то надо отковыривать, это на всех колёсах так Получается, может из-за этого и расход вырос И тут всё, варки вообще-то прошло Судя по карте, до шиномонтажки 78 километров Да и чё-то я говорю, как-то грустно, может они все спустились, эти колёса Как-то она, это, вообще грустно едет Расход увеличился, ещё увеличился, уже 12 километров на литре Почти 10 литров на сотку уже, ну не 10, там 8, может 9 Это жесть вообще Так, вроде вот здесь где-то шиномонтажка есть на карте Сейчас другая фишка, не от сколов обклеиваются, а утепляются Вот видите, как филдера утеплили И вот ещё машинку утеплили Блин, а где здесь, вон, гаишники что-то стоят Греются А где шиномонтажка-то здесь? Может на другой стороне? Офигеть, самолёт такой Блин, такой холод, вообще просто жесть Ааааа Ораааааааа Орааа Продолжение следует...